Продолжение следует... Закончено строение храма, который построил Соломон. И я бы хотел, знаете, чтобы мы перед тем, как вот будем молиться молитвой освящения, прочитать место, которое записано в Третья книга Царств, 8 глава, с 1 по 11 стих. Даже еще 7 глава написана. «Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, главпоколений сынов Израилевых, царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афонимии, который есть 7 месяц. И пришли все старейшины Израилевые, подняли священники ковчег и понесли ковчег Господень и скинюю собрания, и все священные вещи, которые были в скине. И несли их священники и левиты, а царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшиеся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. Их и внесли священники ковчег Завета Господня на место его в Давир храма во святое святых под крылья Херувимов. Ибо Херувимы простирали крылья над местом Камчегом и покрывали Херувими сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред Давиром, но они выказывались снаружи, они там и до сего дня. В Ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет сынами Израилем по отшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Дорогие друзья, мы с вами, живя здесь на земле, везде, где не проезжаем, мы видим здание. Но есть здание, которое Господь говорит, есть дом мой. Помните, как он говорил, дом мой, домом молитвы наречется, или когда ему было 12 лет, и его искали, нашли в храме, он говорит, не знаете ли, что мне нужно быть в доме отца моего, дом, на котором, как написано, наречено имя мое. Есть то, что принадлежит Господу, есть дом Божий. Я хотел бы обратить внимание, посмотрите, когда закончили работы, и Соломон созвал всех людей, посмотрите, что произошло. Первое, что мы видим, это внесли в дом ковчег Божий. Внесли ковчег. Второе, мы с вами видим, что облако наполнило дом. Это слава Божия наполнила дом. Дальше мы видим, когда мы читаем, что Соломон благословил собрание. Мы читаем 14 стих, что Соломон обратился и благословил все собрание народа. С 22 стиха этой же главы мы читаем молитву Соломона, которую Господь положил в сердце этому человеку, чтобы он вознес за народ и по отношению к этому дому. И потом 62-63, конец этой главы мы видим, опять были принесены множество, о которых уже мы слышали, мирных жертв. Так чудно, так великолепно. Но обратите внимание, друзья, самое основное во всем, что мы с вами вот здесь прочитали и о чем рассуждаем, это то, что слава Господня наполнила это место, этот дом. Здание было весьма красиво. Вы знаете, когда читаешь историков, они говорят, что это было чудо мира, чудо света. Настолько это было прекрасное, величественное здание. Но это ничего не давало. Собралось большое количество людей. Когда скинью построили, мы читаем, что только мужчин от 20 лет и выше было 600 с лишним тысяч человек, кроме детей и женщин. Огромное количество. Но это ничего не давало. Но вдруг мы видим, происходит что-то весьма трогательное, что заставляет встрепенуться нас, да? Это тогда, когда опускается слава Господня. На что я бы хотел сегодня обратить, друзья, самое основное – это присутствие Божие. Для того, чтобы осветить дом, чтобы дом стал иметь имя Божие на нем, необходимо две вещи. Первое – мы должны отделить его, отдать его Богу. Столько много совершено здесь, столько работ было сделано. И все было сделано во имя Бога. Сегодня мы хотим отдать это Господу. Хотим, чтобы это принадлежало Богу. Чтобы это не было чьим-то. Вот у нас есть дома, да? Мы называем «это мой дом». Это не чей-то дом. Мы хотим сегодня отделить, отдать его Богу. Но второе, друзья, мы хотим, вот само слово «освящение», да? Это чтобы стало что-то святым, да? Я бы, знаете, хотел задать вам такой вопрос. Что или кто делается святым? Как? Как можно что-то или кого-то сделать святым? Вы знаете, я вот хотел просто вам привести несколько таких вот, пару примеров, чтобы мы немножко задумались об этом. Помните, когда мы приходим в книгу «Бытие» и мы читаем удивительное событие, когда согрешил первый человек, Адам и Ева, и потом Господь, когда уже с ними встретился, имеет беседу. И посмотрите, что он говорит Адаму. После того, когда он имел вот именно разговор с Евой, он обращается к Адаму и говорит. Говорит ему слова, которые связаны непосредственно с его жизнью. И сказал, смотрите, проклята земля за тебя. И дальше мы читаем 18 стих. Тернии и волчи произрастит она тебе. И будешь питаться от нее, будешь возделывать и так дальше. Друзья, это проклятие по сегодняшний день с нами. Мы знаем, что даже если ничего просто не садить, то тернии и волчи произрастает земля. Но посмотрите удивительно, мы с вами приходим в третью главу исход, и мы видим, что Моисей идет, пася овец, зашел далеко, подошел к горе Хариву, вдруг видит, горит куст. И его это очень взволновало, почему он не сгорает. И мы видим, что он подходит, и подходя к этому, слышит голос, который говорит ему, сними обувь твою. Почему? Земля, на которой, место, на которой ты стоишь, есть земля святая. Стоит вопрос. Земля проклята или земля святая? Земля проклята часть или вся? Вся. Что сделало вот это место, куда подходил Моисей святым? Или посмотрите другой пример, друзья. Нам Писание говорит о нас, о людях. Очень удивительные слова. Когда мы с вами приходим к книгу послания к Галатам, то в третьей главе нам открывается в 10 стихе и говорится следующее. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Помните, Павел Римлянам говорит, что Бог всех заключил в непослушании. Все находятся под проклятием. И вдруг мы с вами приходим, первое послание Петра, вторая глава, 9 стих, нам так оно известно. «Вы народ святой», говорит нам Писание. Каким образом? Мы же понимаем, что мы не исполняем. Как мы стали народом святым? Друзья, одно единственное, что делает что-то или кого-то святым – это присутствие самого Бога. Мы сегодня хотим помолиться, чтобы это место было, где обитает Бог. Чтобы здесь было присутствие Божие постоянно. Чтобы люди приходили сюда, чтобы встретиться с Богом. Чтобы помолиться Ему. Чтобы услышать ответ от Него. Чтобы обратиться. Это место, где будет обитать Бог. Но теперь я хотел бы обратиться непосредственно к Церкви. Вы знаете, нам Писание говорит о том, что есть условие или обусловленное присутствие Божие. Есть условие для присутствия Божия. Вы знаете, первое, вот мы с вами прочитали, здесь в Третьей книге Царства, восьмой главе, да, «Внесли золотой ковчег». Не зря он был золотой. В этом есть большой прообраз. Помните, Петр говорит в первой главе, в седьмом стихе, что «Вера ваша, драгоценяя, гибнущего хотя огнем, испытано золото». Вера сравнивается с золотом. Это символ веры. Вера в что? Что было в ковчеге? Слово Божие. Там находились, скрижали завета. Присутствие Слова Божия. Вот вера в Слово Божие. Дальше, друзья, да? Я думаю, что вот те, которые знают Писание, прекрасно понимают о том, что крышка ковчега, она не была блестящей, хотя была покрыта золото. Почему? Она была покрыта кровью. Каждый раз, год за годом, приходил туда первосвященник и брызгал на нее кровь. И Хорувимы смотрели, смотрели на этот ковчег, и они видели кровь. Это кровь очищения. Кровь жертвы Иисуса Христа. Вера в силу прощения, очищения крови Господа нашего Иисуса Христа. Вот что необходимо, да? Помните, апостол Павел говорит в первом послании Тимофея в 4 главе, 5 стихе, он говорит, все освещается Словом Божиим и молитвой. Это условие. Вера, молитва, Слово Божие. Посмотрите дальше на Писание, говорит, Матфей, 18 глава. Говорит, где двое или трое собраны во имя мое, я посреди них, да? Для того, чтобы было присутствие Божие, должно быть собрание во имя Бога. Сегодня есть много мест, где собирается гораздо больше, чем нас сегодня здесь. Но там нет Бога. Почему? Собраны не во имя Его. Как важно быть собранным во имя Его. И я бы хотел обратить внимание на это каждого из нас. Вы знаете, что мы здесь делаем? Делаем ли мы во имя Бога? Я вспоминаю, знаете, просто такой вот случай, как-то у нас в гостях в церкви были гости, музыканты, пели. И как-то все так радовались. И потом вышел, значит, вот как бы руководитель этой группы. И он такое длинное сделал вступление, рассказал, как он написал этот псалом. И почему он его написал. И потом стали петь. И вы знаете, он уже не принимался людьми. Почему? Он не принимался людьми уже. Почему? Потому что уже не во имя Бога. Как важно, чтобы все, что мы делаем в Доме Божьем, было во имя Господа. Дальше, посмотрите, мы читаем. Псалом 21, 4 стих. Написано. Но ты, святой, живешь среди словословия. Как важно, чтобы было словословие. Благодарим ли мы Бога? От всего сердца. Льется ли словословие из наших уст? Не только хор. Не только оркестр. Наши сердца. Господь живет. Вот мы говорим об обитании Бога, которое производит святость, производит освящение. Необходимо словословие. Посмотрите еще, на что хотелось обратить наше внимание. Исайя 6 глава мы читаем. Мы видим, что открыто нам небо. Открыты окна неба. И показано, как там находится сам Господь, Его престол. И вот эти серуфимы, и поклонения Богу. Но на что я хотел обратить внимание, друзья. Эти святые существа, великие ангелы, у которых по шесть крыльев. И что они делают? Двумя крыльями закрывает лицо. Двумя крыльями бесполые ангелы закрывают ноги свои. Двумя летают, и они кланяются Богу. И без остановки они славят Богу и говорят, свят, свят, свят. Друзья, нам показана картина глубокого благоговения перед Богом. Знаете, сегодня много идет споров о том, какая музыка может быть. Некоторые спорят об одеянии. А что здесь такого, прийти полураздетым в церковь или еще что-то? Друзья, все это, оно вытесняет присутствие Бога. Насколько это важно? Мы должны понять. И я бы хотел, друзья, сегодня обратиться к вам. Вы знаете, в истории, в Эзекииле мы читаем, нам показано, как стоит храм, все вроде бы происходит так же, но слава Господне по некоторым причинам отошла, вышла и ушла за город. Господь говорил о храме, когда уходил землей, он говорит, все оставляется, дом ваш пуст, выходя из храма. Но еще, еще, да, мы знаем, 47 лет еще совершалось служение в храме, но уже Бога не было. Нам сегодня важно, не только сегодня, но важно соблюдение условий присутствия Божия на протяжении всего времени, когда тут будет собираться народ Божий. Поэтому мы сейчас с братьями будем совершать молитву. Мы как бы отдадим этот дом Богу. В ответ мы будем просить Его присутствия. Но мы будем также просить у Бога милости, чтобы Он сохранил церковь в таком состоянии, чтобы присутствие Божие осталось здесь навсегда, до Его пришествия. Мы сегодня собраны во имя Его. Мы сегодня собраны, прославляя Бога. Мы собраны со Словом Божиим в руках, веря в очистительную жертву Иисуса Христа. Мы собраны в благоговении. И теперь я хочу пригласить всех нас, чтобы в таком состоянии мы встали. Попросил бы, чтобы братья, присвятера рукоположенные нашего братства, прошли все вперед сюда. И пять братьев, которые назначены, мы будем совершать молитву и будем просить, чтобы вся церковь присоединилась к этой молитве.